здравствуйте дорогие мои телезрители канала фонтова и конечно подписчики на ютюбе на канале голова садовая тетя таня сегодняшняя тема опять землейка почему она возникла да потому что потому что вас все время парят на рынке а вы все время паритесь я надеюсь что я вас не обидела когда так говорю потому что вы приходя на рынок мои любимые девочки мои замечательные мальчики вы приходите на рынок и знаете вот сидит женщина с лопатой и земляникой и говорит вам вот у меня первые розетки что такое первые розетки земляника мама дает усы и на каждом усе образуется первая вторая третья и бесконечное количество может быть розеток и поверьте каждая из них несет сто процентов генетический материал который у мамы то есть вам без разницы первая розетка и вторая почему вот это возникло непонимание вы поймите что первая розетка конечно раньше всех появляется но когда вы ее собираетесь пересаживать и когда вам привозят на рынок эти розетки у них вот такие лохматущие корни правильно правильно вот когда вы ее посадите поверьте что она будет болеть две недели пересаживать розетку от мамы нужно когда у нее прошло всего две недели после того как она образовалась вот раскрыла листья две недели максимум у нее еще вот такие корни толстенькие сейчас я попробую найти такие розеточки и показать вам вот тогда это правильно а уж коли вы покупаете на рынке и там лохматущая система корневая вам все равно придется это обрезать и вы должны об этом знать потому что растение очень трудно загнете корешок трудно приняться загнете корешок она у вас вообще пропадет поэтому видела тут картинку картинка с ярмарки называется сидит такая бобенция торгует этой земляникой я слышу название слышу название ирма и она говорит значит ой она такая ранняя но при ранее просто я подхожу и говорю вы знаете ирма все-таки ремонтантная ягода и ей потребуется укрытие вот это вот женщина она не понимая чего говорит а вы стоите все и уши вот так ну и что что на ране ранее могут быть только ремонтантные потому что они у нас в мае зацветают ваша задача помнить что у ремонтантных ягод 20 процентов урожая раннего и 80 процентов урожая позднего и вы увидите это вот в этом сюжете какая замечательная сейчас уже в конце августа и начале сентября ягода ремонтантная просто чудо у вас ее уже нету а у меня есть потому что вот ей богу это продавец говорит а вы как кролики ползете в пасть к удаву с деньгами причем такими которая розетка просто не стоит уход за ремонтантной ягодой очень сложный и надо просто взять себе за правило что я ее укрою я буду ее кормить и поливать и тогда у меня и весной и летом ягоды будут потому что она в течение лета еще дает какие-то ягоды но у меня и осенью в сентябре месяце я соберу не одно ведро со своей плантации но вы почему-то этого не знаете прежде чем что-либо купить пожалуйста ну полазите по интернету по шевелите немножко там руками и ногами и вы найдете все ремонтантные названия есть госреестр россия и вы там увидите кто кто такой ранний да у меня слов нету правда вот сейчас буду показывать что такое розетки и вообще откуда они берутся посмотрите вот на этой будущей пирамиде растет единственный сорт это земляника крупноплодная традиционного срока плодоношения то есть как все летом она отплодоносила в июле и до свидания называется на первоклассница великолепная ягода слов нет но зарастает усами конечно мама дорогая вот я даже не знаю откуда пришла эта розетка но тут их великое множество так выдергиваем чтобы посмотреть корни вот сейчас я обрежу и покажу вам что такое корни большие ненужные и что такое корни правильные а вы меня будете внимательно слушать и внимать вот отрезаю смотрите вот они это не первые розетки но вот именно они годятся для посадки видите убираем вот усик дальше пошел снова образуется розетка можно конечно поставив водичку образовать и на ней корни обрезаем так чтобы у нас вот эти две палочки я всегда оставляю знаете зачем смотрите сердечко рядом вы должны посадить только вот так в почву вот так это маячок и здесь также вот тот который вверх уходит мы обрежем и листик вот этот удалим а вот который вниз уходит смотрите он опять на уровне почвы сердечко будет наверху корни будут внизу вот они замечательные белые корни они вот эта лохматость я я все-таки сейчас найду такую вам розетку которую бы уже пересаживать сложно так подползу к оператору да ну вот примерно такая но это еще пол беды видите корни как бы сформированы они еще не разрослись вовсю но есть прям вот такая лохматость скорее всего это кусты старые ненужные хозяйки и пожалуйста помните об этом видите вот это еще ничего а вот есть прям совсем длинные вот у меня таких видите нету только старые кусты если вырвать поэтому приходя на рынок не надо ползти в пасть к удаву со своими деньгами и когда вам называют цену 300 рублей вот за купчиху 300 рублей да с ума сойти да я лучше картошки куплю два ведра на эти деньги и наемся как следует но все-таки ягода конечно не только греет душу там полно витаминов и и в сентябре месяце ягодка как нельзя кстати значит вот это нужно как готовить розетки к посадке сейчас еще покажу вам розеточку и почему все таки все предпочитают первые розетки просто они уже сформировались они уже закладывают плодовые почки а вот эта малышка имеет всего раз два три 4 5 корешков ну она-то как раз и очень хороша ну да может такое случится что она не заплодоносит на следующий год ну и что вот когда вы ремонтантные сорта ягод садите у вас они весной выглядят вот так и сразу выбрасывают цветок и что зеленой массы нету понимаете нету растению нечем кормить свои цветы и вот такие меленькие ягодки и таких жалоб очень много поэтому наращиваем сначала зеленую массу это и амафос это и мочевина даже если плохо растет зеленая масса это обязательно корневая система не развита не будет развит вверх и только тогда ремонтантным ягодам даем возможность выбросить цветонос если мы весной обработали их так как надо да не дали возможности пойдемте со мной пойдемте моей любимой пирамиде с ремонтантными ягодами вот если сюда посмотрите видите вот здесь ягода зацвела так сюда посмотрите вот здесь ягода зацвела прежде чем ей положено понимаете и что и что это такое инвалиды какие-то видите мелкие страшные а вот вам усик вот она ремонтантная ягода которая цветет не надо давать ей цвести нужно все это обрезать цветонос пускай развивается розетка а чтобы она развивалась и надо отделить и от мамы и удалить ее ус ненужный вот и вся наука и ничего сложного нет запомните ягода есть традиционного срока плодоношения а если вам говорят ой она такая ранняя среди традиционного срока плодоношения таких ранних в мае в июне нету просто нет и все если вы уж купили такую ягоду потрудитесь сделать укрытие и обязательно помните не надо давать ей выбрасывать цветоносы пока куст не наберет зеленую массу ну и что что к осени вот они к осени пожалуйста в сентябре в конце это будет великолепный урожай столько зеленых белых и уже красных ягод так какая вам разница осенью варенье варить и морозить или весной когда все руки заняты и голова вот такая уже как чугунка поэтому я все-таки хочу убедить вас что надо все делать разумно хотите посмотреть еще раз ну на ютюбе на моем канале голова садовая 150 раз одно и то же и вы поймете в чем разница между ними но крепко обнимаю целую ваш тетя таня